В небольшое отступление от программы я хочу показать графические работы моего сына, который поступал, который учился в нашем Октябрьском государственном университете на специальности архитектурный дизайн. И вот работы, за которые он получал хорошие, в основном, оценки. Так, я хочу, и заодно хочу рассказать, что сын мой не учился в художественной школе. Так, интересно, как это выглядит. Желтое пятно видно? Видно. Ну, здесь, в общем-то, ничего особенного. Это работа, ну, не скажу, что экзаменационная. Ну, да, это вот в начале, когда студенты поступают, они выполняют такие работы. Мой сын не учился в художественной школе. И вообще, как он стал дизайнером. Может быть, это тема отдельного видео. Наверное, я все-таки это выделю в отдельное видео. Так, вот такая работа. Карандаш и акварель. Интерьер. Это все какие-то учебные работы. Почему я показываю? Потому что придется выбросить этот сантов. Жалко, можно было бы сохранить для истории. Так, ну, может быть, какие-то... Все-таки более-менее уцелевшие, незапачканные. Незапачканную графику я, наверное, оставлю. Жалко выбрасывать. В общем, что я хочу сказать. Когда мой сын закончил 11 класс, сдал ленты. У нас в Казахстане ребята сдают ЕНТ. Единое национальное тестирование. То есть, это аналог ЕГЭ, но есть отличия в структуре этого экзамена. Экзамен полностью письменный. И полностью он похож на часть А. Если я не путаю. Ну, в то время, по крайней мере. Я просто не знаю, как... Мои дети давно закончили школу. Для нас этот вопрос не актуален. Поэтому я не знаю. То есть, ЕНТ сдаётся один раз и по основным предметам. То есть, один тест включает все предметы. Ну, то есть, это математика и язык, я так думаю. Русский, возможно, казахский. История. Нет, он содержит все... Он содержит вопросы истории. В общем, он содержит не только русский и математику. Ну, язык и математику, скажем так. Вот. Сдал он его неплохо на уровне четвёрки. Он набрал 65, по-моему, из 120. И это при том, что в глазах учителей он был троечник. Еле какой троечник. А вот тестирование показало. Так что я за тестирование. За такую обезличенную оценку ученика. Чтобы оценивали его способности, а не ту репутацию, которую он наработал себе в школе. Так, ну, в общем, и когда встал вопрос о том, куда поступать, сын хотел поступать на информационные технологии. И полебался между дизайном и информатикой. Я сказала... Ну, дело в том, что на информационный, на дизайн нужно сдавать творческий экзамен. И этот творческий экзамен на месяц раньше, чем выходят результаты. Ну, чем надо подавать документы на какие-то другие специальности, не творческие, где не требуется специальный экзамен сдавать. Я говорю, ну, попробуй, сдай. А там посмотрим, сдашь, а там потом определишься, пойдёшь ты на информатику или на дизайн. И он пошёл сдавать. Естественно, там все ребята были с начальным художественным образованием. То есть закончили художественную школу. Ну, где-то обучались. Сын мой пошёл к своему другу, который после 9 класса пошёл в колледж. Именно тоже по этой специальности дизайн. И взял у него несколько уроков. Ну, буквально, как взял урок? Кто-то ему рассказал, что делать надо вот так вот. Ну, как человек, который сдавал этот рисунок в качестве творческого экзамена, дополнительного испытания. Какие требования нужны? Ну, в общем, как выполнить работу так, чтобы отличаться от человека, который совсем неграмотен в рисунке? Как не надо растушёвывать? Что там? В общем, вот так вот на словах, буквально там двух, может быть, часового общения. Сын усвоил кое-что. И сдал экзамен хорошо. То есть по итогам этого тестирования он был зачислен. По итогам этого творческого испытания он был зачислен. Обойдя людей, которые учились художественные, то есть были грамотные в рисунке. Ну, в общем, тут как-то так, да. Видите, гипсовая колонна. Гипсовая плита. И вот ребёнок мне до конца гундел. «Мама, ну зачем ты меня?» Типа я его отправила. Ну, получается, да, ей некое такое влияние оказало на ребёнка в выборе специальности. Лучше бы я пошёл на информатику. Зачем мне туда? В общем, он колебался до последнего, до начала учёбы. А вот как он только начал учиться, ему так понравилось, он так хорошо учился. Больше, в общем, вот эти сомнения, сожаления его оставили. Но правда, он всё равно, он обожает вот это, обожает всё, что связано с компьютером, с вот этими информационными технологиями. Он сам всё изучил. То есть, то, что вот сейчас он веб-дизайнер. Да и вообще, он позже работал и, господи, как это называется, системным администратором в довольно крупном предприятии. Иногда у него такая тень сомнений пробегала, что, мама, лучше бы я пошёл на информатику, зачем ты меня сюда отправила? Ну и что, итог. В общем, сейчас Аскарик у меня очень хороший дизайнер. Он не работает ни на кого, он работает на себя. Он работает частными заказами, зарабатывает этим. У него всегда очередь большая... Он всегда загружен, то есть, заказов у него хватает. При том, что он вообще не даёт рекламу, люди передают его из рук в руки. Кстати говоря, вот такая супница у меня есть. Супница и бульонница. Вот ещё кухонное утро. К информационным технологиям он вернулся... У него был такой возврат и тоже был такой успех некоторый. Успех в масштабах республики, скажем так. Он участвовал в Дельфийских играх, по-моему, в втором курсе. Или до второго курса, после первого, по окончанию первого. В номинации «Веб-дизайн». И как он туда попал, как его направили. В общем, университету было задание отправить кого-то на соревнования, никого не нашли. Ну, как-то они так сработали. Видимо, организации... Организаторы сработали, вот здесь местные, не очень хорошо. И у них получилось, что вот некого отправить. Можно сказать, вот по горящей путевке. Скорб поехал на эти Дельфийские игры. Ну, так, чтобы для галочки, чтобы просто поучаствовать, чтобы у организаторов не было нареканий со стороны, что они вообще никак не проявили никакого интереса, не выполнили свои обязанности, никого не направили. Так, это уже было. Вот. И тоже он пошел к знакомому айтишнику. И тоже послушал... Ну, я не говорю, что он вообще с нуля. Он был очень грамотен в вопросах. Потому что по всем вопросам все родственники, все всегда обращаются к Аскару. А что у меня с компьютером, а что не так, а как настроить, а что купить. В общем, вот это все Аскар отвечает всегда на эти вопросы. И он поехал на Дельфийские игры, взяв вот опять-таки где-то часовую консультацию, что и как. Ему буквально там код какой-то... Сказали, вот, посмотри такой код. Ну, я сейчас не помню какой код, ну, в общем... А задание было довольно-таки сложное. Создать сайт, причем не так вот, как сейчас мы берем, заходим на платформу, покупаем хостинги, имеется в виду прописать код самого сайта. И, в общем, было дано время определенное. За это время они должны были создать сайт с определенной тематикой. Там была тематика. Ну, тематика была простая, по-моему, собственно, о Дельфийских играх. И Оскар написал эту программу, прописал код этого сайта. В общем, создал полностью сайт, вот, как программист. То есть конкурс был программирования. Там были тоже со всех областей, со всего Казахстана, такие довольно-таки продвинутые, ну, разности это не продвинутости люди, но не случайные. Он говорит, один мальчик там классно делал анимацию, все вот это вот. Но важно было ведь не только красивую картинку создать, а чтобы сайт был функциональный, и чтобы вот все требования, которые должны быть, ну, все разделы сайта, в общем, чтобы сайт именно представлял. Ну, сейчас это назвали бы сайт-визитка. Ну, и тогда может быть тоже сайт-визитка. Я, скажем, создал без вот этих, без всяких красивых наворотов, такой четкий сайт, но в нем было все, вот все требования были выполнены. И он совершенно неожиданно занял первое место. Он еще рассказывал, что он вообще ни на что не рассчитывал, он так чувствовал себя среди этих знатоков не столь продвинутым, но так, ну, свое дело знал, в общем, что задание нужно выполнить. То есть важно было, почему вот у других не получилось, важно было понять задание и выполнить его досконально. Вот. И он сидел и ждал, и в общем, когда второе место, третье место объявили победителя, второе место, и, по-моему, это же первое, у Аскара было Гран-при, кажется. В общем, ладно, будем говорить первое, не буду врать. И когда вдруг объявляют, что первое место Айдбаев Аскар, он говорит, я вообще был ошеломлен, я не понял, что произошло. И, в общем, вот он. Вот так он все-таки проявил себя и в информационных технологиях тоже. Ну, вот так вот определяются судьбы, может быть, некоторым болевым решением родителей. В общем, сейчас он абсолютно не сожалеет о выборе. Он по-прежнему развивается, не останавливается на своих знаниях в IT-области. Вот. Он самостоятельно изучил там программу для визуализации, ну, вот подобную 3D Max, программа называется, по-моему, Blender. С ее помощью он создавал визуализацию, ну, графическое изображение интерьеров, архитектуры. Вот это вот все он мог создавать. А потом, когда его взяли на работу, на работе его направляли на курсы 3D Max. Он и эту программу... В общем, он много программ, несколько программ таких знает, подобных 3D Max. Вот. И, в общем, неплохо зарабатывает на хлеб. Вот, к слову, скажу, что свадьба младшего брата была и на деньги Аскара в том числе проведена. А вот сейчас он зарабатывает на свою свадьбу. Там, в Болонде. И так-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова